Я много раз писал о модели всего мира, не материального мира, а вообще всего, что сотворил Всевышний, как модель, это яйцо, куриное яйцо, знакомо всем. Чем хороша эта модель? Тем, что мы все видим, это видимо, мы видим скорлупу, и это значит, что это модель материального мира, потому что материальный мир мы видим, наблюдаем глазами и приборами, а внутри куриного яйца есть нечто, что мы не видим. Не надо обсуждать и сказать, что можно рентгеном посмотреть, это не в этом я. Глазами мы не видим, что там внутри, но мы знаем, можно разбить яйцо и посмотреть, это белок и желток. Белок и желток это модель духовности, духовного мира. А скорлупа материального мира. Так устроен мир, который сотворил Всевышний. В этой модели очень много удобного, поэтому я пользуюсь ею, но это не тема нашего ответа сегодня. Я отвечаю на вопрос, который вы сформулировали, и про какое-то примагничивание или отмагничивание, или про одну шестидесятую часть души, которая уходит, когда человек спит. Поднимается вверх, потом просыпается, возвращается к нему опять. Это все невозможно обсудить. Про тело мы можем обсуждать. Есть наука анатомия, устройство тела, есть наука физиология, это работа отдельных частей тела, их взаимодействия, и другие части, которые все входят в комплекс понимания медицинской науки. А духовные вещи нельзя видеть. Они поэтому называются духовными. Они связаны с духом, а не с материей. Поэтому вопрос невозможно так сформулировать, как вы. Ничего не примагничивает, ничего не отмагничивается. Понять, что такое, что когда человек засыпает, часть души уходит, не надо применять материальную терминологию, какая часть, это что, половина белка уходит в этой модели, или треть желтка уходит, или может еще маленькая часть какая-то уходит. Это не надо этим интересоваться, потому что это нерелевантно, ни в каком виде это нельзя обсудить всерьез, а несерьезными обсуждениями мы, конечно, не будем заниматься. И нам не нужно. Эти наши понятия, которые у нас есть, все очень хорошо объясняют. И вот я хотел бы просто взялся за ваш вопрос, именно чтобы предупредить, не надо заниматься этими вопросами. В конце книги, пятой книги Торы, которая книга «Дворин» называется, есть такая фраза, я тоже ее нередко приводил, «Анистарот ляшемилокейну, ваниглот лану улеванейну». Скрытые вещи принадлежат Всевышнему. Открытые нам и нашим детям, то есть мы передаем из поколения в поколение, мы изучаем анатомию, физиологию, мы изучаем устройство тела, мы изучаем духовные вещи, которые Тора дала, но то, что там Тора не дала. И по Торе я имею в виду всю ту, и писанную, и устную, все, что учителя нам рассказали, все, о чем пророки говорили, этим мы занимаемся. Но придумывать саму всякие вот такие вопросы примагничиваются, отмагничиваются. Несмотря на понятность желания это представить себе получше, разделить это желание невозможно. Потому что Тора сказала, «Анистарот ляшемилокейну, скрытые вещи Всевышнему принадлежат, ваниглот открытые вещи, лану улеванейну нам и нашим детям, то есть следующим поколением». Этим поэтому и занимаемся. Я надеюсь, я никак вас не обидел таким ответом. И поверьте мне, есть столько много о чем говорить, о духовных явлениях, что мы не будем смешивать придуманную смесь скорлупы с яичницей. Позвольте пошутить, что есть яичница, в которой набито много скорлупы, невкусно, даже в чем-то опасно. А лучше разделить. Убрать все, сделать яичницу без скорлупы. И это будет аналог постижения духовных миров. И действительно, белки и желтки – это среда, в которой зарождается цыпленок, зарождается жизнь. Эта модель очень удачная. Всего доброго. До свидания.